Всего 10 секунд и 32 микропробирки готовы. А всего за смену такой термопласт-аппарат производит 100 тысяч пробирок. При потребности регионального Роспотребнадзора в месяц в 200 тысяч. А предприятие уже дает 2 миллиона пробирок в месяц еще до начала старта производства. Всю продукцию уже раскупили. Спрос колоссальный и потребность только растет. В планах увеличит мощности в 5 раз. Сам процесс производства несложный, а вот подготовке проекта предшествовали полтора года работ и тестов. Микропробирка Эппендорф – лабораторные сосуды высшего класса. Микропробирка при всей кажущейся простоте имеет очень жесткие требования в первую очередь к герметичности, потому что, например, при проведении ПЦР-анализа в случае, если одна микропробирка с содержимым для диагностики вдруг самопроизвольно откроется, то тогда возникнет необходимость остановить лабораторию, ее полностью очистить от следов ДНК того вещества, которое было в этой микропробирке, и все анализы, которые там находились, фактически аннулировать. В эти микропробирки берут и анализы на коронавирус. Понятно, что герметичность и сохранность биоматериала здесь превыше всего. Сейчас рыбинское предприятие выпускает сосуды емкостью полтора миллилитра, но вскоре запустит производство пробирок на 2,05 и 0,2 миллилитра. Проект дорогостоящий, только один такой аппарат стоит более 10 миллионов рублей, не считая материалов и герметичного бокса для работы. На заводе планируют организовать производство на семи таких станциях. Данная линия запущена при помощи Фонда развития промышленности Российской Федерации, который одобрил займы на 207 миллионов рублей. И фактически за счет вот этих денежных средств, в том числе созданное производство. Рыбинский завод приборостроения всю свою историю работал на оборону. Отрасль теперь открывает новое направление. Одно из главных преимуществ импортозамещения. Продукцию из Ярославской области теперь поставляют по всей стране. В планах рыбинцев нарастить мощности и выйти и на зарубежный рынок. Наталья Антонова, Денис Лосев. День событиях.